Воспитание и образование начинаются с колыбели, ведь только просвещение дает гармоничное развитие личности и общества. Поэтому государственная политика в сфере образования должна основываться на его непрерывности на протяжении всей жизни человека, начиная с детского сада. Это отметил в своем послании парламенту руководитель страны. Ну а эффективность воспитательного и учебного процесса напрямую зависит от состояния материально-технической базы, внедрения инновационных технологий, квалифицированности специалистов. На примере дошкольно-образовательного учреждения номер 34, что в Мирабадском районе столицы. Мирабадский район столицы улицы Нокобот, 34-е дошкольно-образовательное учреждение. Прописка та же, а вот предназначение объекта в течение ряда лет менялось. И только теперь, после усилий профильного ведомства, детский сад наконец-то вновь распахнул двери. О том, что государство прилагает огромные усилия и вкладывает немалые средства в развитие молодого поколения, не требует доказательств. Зато тот факт, что именно детские сады сегодня востребованы, подтверждает открытие обновленного детского учреждения. На протяжении долгого времени родители близлежащих Махалей оббивали пороги различных инстанций в надежде на то, что садик вернут. Счастливое событие на детской площадке объединило руководство дошкольного ведомства, районы администрации, представители организаций, приложивших руку к этому долгожданному событию. Охват как минимум 150 человек. Не забыли и про тех, кто не посещал детсад с самого детства. Для них открыты группы по предшкольной подготовке. Яркий архитектурный облик, ландшафтная основа, как, впрочем, и вся территория сада, смоделирована с учетом возрастных категорий детей. Их гармоничное развитие гарантирует инновации и современные технологии вкупе с квалифицированным кадровым персоналом. Основа образовательной программы. Мягкое покрытие на площадках обеспечивает безопасность детей. Словом, абсолютно все стандарты учтены, чтобы организовать нестандартную структуру учреждения. Именно таким образом, как утверждают в Министерстве дошкольного образования, амбициозные цели будут достижимы. К концу года охват детей 6-летнего возраста по Ташкенту достигнет 100% отметки. На сегодняшний день эта цифра уже превысила 84%. Субтитры создавал DimaTorzok